15 талантливых и одаренных ребят, каждый из которых не один год посвятил музыке и вокалу к областному отбору, подготовились основательно. Подобрали довольно серьезный репертуар из двух композиций на белорусском языке, а также тщательно продумали свой сценический образ. Попасть на национальный фестиваль, который, к слову, будет проводиться уже в 15 раз, у каждого из исполнительных желаний огромные. Показать свои вокальные способности, артистизм, владение родным языком, с достоинством представить область – вот главные цели, которые поставили перед собой молодые таланты. Мы должны на нашем отборочном туре назвать три лучших исполнителя, которые будут участвовать в следующем этапе этого конкурса. Это будет третий этап уже в республике. И в результате потом с нашим концертным оркестром под управлением Финнберга Михаила Яковлевича, они будут участвовать в концерте молодечно. Многие из принявших участие в областном отборе исполнительные – опытные вокалисты, которые не раз выступали на большой сцене как в Беларуси, так и за ее рубежом. Одним из таких является Андрей Карпенко, известный по многим белорусским телепроектам исполнитель. Талантливый и целеустремленный парень, как и многие его сверстники, несмотря на имеющиеся достижения, не думает останавливаться на достигнутом. Он уверен, что опыт участия в подобных конкурсах способствует профессиональному росту вокалиста. На самом деле конкурсов было много. Это телевизионные конкурсы, такие как «Академия талантов», «Поющие города» два сезона. Что еще? Песня «Беларуси» такой тоже, молодежный фестиваль. В Ростове-на-Дону, кстати, тоже очень удачный конкурс. Это был восьмой фестиваль в Ростове-на-Дону на базе Славянского базара, как бы так можно сказать. Ну и привез в Беларусь призвицких симпатий. Я очень давно уже пою, можно сказать, с восьмого класса. Это очередной конкурс, которым я хотел бы попробоваться. Может, в этом конкурсе мне наконец-то повезет, и я вскокну в тот белорусский шоу-бизнес. Так хочется туда, правда. Талант и стремление ребят, индивидуальность каждого исполнителя, уровень их подготовки по достоинству оценили высококлассные члены жюри, в роли которых выступали педагоги Брестского и Бараночского музыкальных колледжей. Выбрать лучших из общего количества участников было непросто. Однако правило есть правило, и опытные наставники все же выделили трех сильнейших, которые будут выступать в финале национального фестиваля. Среди них оказались представители Бараночского и Ляховического районов, а также и наш герой Андрей Карпенко из Хобринского района. Любой исполнитель, который попробовал, ну так будем говорить, на малой сцене, стремится всегда попасть на более широкую аудиторию, на более значимое какое-то мероприятие, поучаствовать в нем, принять участие в каком-то более ответственном конкурсе, более значимом. И многие у нас вырастают, и многие попадают в республики, многие работают в Минске, попадают в профессиональные коллективы и так далее. С Брещиной у нас есть тот же Юрий Ивашук, который ТЭО представлял Беларусь в 2014 году на Евровидении. С каждым годом желающих поучаствовать в отборе вокалистов становится все больше. Это говорит о том, что молодые люди, яркие и амбициозные, спешат развиваться и совершенствоваться, добиваться новых результатов, демонстрировать свой талант широкой публике. Кто знает, может быть в скором времени кто-нибудь из них блеснет яркой звездой на белорусском музыкальном олимпе. Продолжение следует...